Управление доходами, если вкратце выразить суть, на мой взгляд, двумя-тремя словами, четырьмя. Не продавать дешевле, чем это необходимо. То есть, если рынок дает тебе возможность взять цену, ты должен ее взять. Ты не должен продавать дешевле, раз, и ты не должен ставить цену заулочную, потому что по ней ты ничего не продашь. В плане инструментария, во-первых, конечно, должна быть нормальная система управления собственностью самой гостиницы, которая имеет блок отчетности. То есть, ты должен понимать, какие тарифы дают тебе, какие тарифы ничего не дают тебе, но при этом приводят к негативным последствиям, либо просто не дают ничего. Другое, значит, ничего. Ты всегда тратишь на это все время, значит, это минус. Плюс у тебя должен быть инструмент мониторинга рынка, какой-то рейд-шоппер, то есть, программа, которая собирает информацию с открытых каналов о ценах твоих конкурентов. Ну, и некая базовая подготовка, понимание того, за сколько ты готов продать, какому сегменту, сколько номеров. Ну, обычно это приходит с опытом, хотя есть математические формулы, которые позволяют это делать в Excel легко и просто. Надо просто учиться. Проведу простой факт. Почистив скидки и убрав излишний демпинг в начале вот этого провала, который у нас начался в феврале в связи с известными всем событиями, я смог не только вытащить бюджет при падающей загрузке, да, я, собственно говоря, я поднял доходность гостиницы по сравнению с там, с прошлым годом. Потом, нет, понятно, что потом в какой-то момент, когда начался общий обвал, все равно все цельно поехали вниз, но мы же все понимаем, что первая ситуация, первый способ зарабатывать больше, это продавать дороже, да, то есть, основные усилия должны быть настроены не на то, как бы дать кому скидку, да, а на то, чтобы продать тому человеку, которому нужен твой продукт, тому клиенту, которому нужен именно твой продукт, за достойную цену этого продукта. Тот, кому ты продаешь за 3 копейки, во-первых, это не клиент, это разовый покупатель, потому что в следующий раз он пойдет туда, где будет 3 копейки, и это будет другое место, никак не ты. Почему, кстати, отвлечемся на 5 минут, купонаторы не работают, они всем рассказывают, особенно вот, ну, в независимых отелях, да, о том, что вот эти люди у вас сначала по купону приедут, потом они приедут еще и еще и еще раз по полной цене. Никогда. Они поедут туда, где будет купон в другом месте, поэтому я настоятельно не рекомендую работать с купонаторами, и для меня это некий, ну, признак некомпетентности в продажах, если люди торгуют на купонаторах. То есть купонат, он на самом деле не создает лояльность? Никаким образом. Это вот основная ложь, которую на самом деле на Западе уже все раскусили, и у нас еще до сих пор это все, да, да, сейчас он за 3 тысячи приедет, потом приедет за 10. Ничего подобного, он поедет туда же за 3 тысячи, в другую гостиницу, потому что ему не нужна гостиница, ему нужна цена в 3 тысячи. Да, так же и тут. Вот. Поэтому нужно стараться. Так и в... Когда ты, например, на корпоративном рынке действуешь, ты не можешь продать человеку за 3 копейки продукт, который ему не нужен. Вот, например, наш отель в силу там ряда особенностей не подходит для проведения ряда мероприятий. Он не загородный отель. Можно предлагать любые фантастические пакеты. Хоть с водкой, хоть без водки, хоть за полцены, хоть за треть цены, хоть как угодно. Но человек, которому нужен пейнтбол, он ко мне не пойдет, да. А если он, то есть я его все-таки каким-то образом загипнотизирую и за эти 3 копейки приведу сюда, он будет недоволен, потому что это будет совершенно не то, что он ожидал, да. Он обратно же ко мне не вернется, он выльет весь этот негатив на меня и выльет его на окружающих людей, которые будут... Они же не будут знать предыстории всего процесса. Он просто им скажет, да, там, отстой. Ну, поэтому цена не определяет. Понятно, что мы зависим от нашего конкурентного окружения, и мы не можем торговать выше рынка, да. Но, во-первых, нам никто не мешает искать те сегменты, которые не захватили конкуренты. На это должно быть направлено основное движение в отделе продаж. Ну, а потом, даже когда ты пытаешься играть ценой в пределах рынка, не нужно делать каких-то диких вещей там, а давайте мы все продадим за 2 500. Да, этих людей, которые купят за 2 500 номер, будет столько же, сколько купят за 3 500, или чуть меньше, чем те, которые купят за 4. И надо посчитать разницу, которая возникает. Да, и тогда ты увидишь, что ты просто не добрал денег. Это раз. Второе, основная задача найти дополнительный рынок для твоего продукта, на котором не топчется уже толпа твоих конкурентов, да. Вот когда мы пришли сюда, в Шереметьево, основной бизнес, который здесь был, это авиакомпании и пассажиры отложенных рейсов. Два крупных игрока здесь были, они грызлись, переманивали, цены были ниже плинтуса на все это. При этом в системах онлайн-бронирования, ну они же сетевые, они ставили 2 номера по 10 тысяч, и к ним никто не ехал, да. Мы сразу заложили в стратегию, что мы работаем с тем, кому здесь относятся плохо. То есть это розница, это была первая часть, и мы дали адекватную, открытую цену для нашего продукта. Успех вообще не замедлил себя, не замедлил к нам прийти успех, потому что спустя 3 месяца мы вышли на самоокупаемость отеля. Это какие-то, то есть я вот такого ни разу не видел. Второе, что мы сделали, мы начали общаться с туристическими агентами, которых тоже очень не любят обычно, потому что ну как же надо им платить комиссию. Вот, мы поговорили, встретились, и мы проявили там, скажем так, определенную лояльность не в плане даже размера комиссионного вознаграждения, а просто человеческого отношения во взаимодействии между отделом не столько продаж, сколько бронирования и туристическими компаниями. это тоже дало определенный эффект, потому что ну мы просто отнеслись к партнерам по-человечески. Ну это вот пример того, что мы задействовали те сегменты, на которых никто не работал. Так и нужно, ну то есть если ты видишь, что у тебя не продается твой продукт, ну найди, что продается. Не надо сбрасывать цену. Если у тебя не продаются номера, подумай, что ты можешь сделать еще. реши вопросы с проведением мероприятий, тогда у тебя продадутся номера. Посмотри, что ты можешь сделать. Транспортная доступность, все ли в порядке, в каких местах ты сможешь опередить своих конкурентов. Это зависит от того, где он находится, на кого он работает. И тут нет никакой единой стратегии. Мы шли вслед за рынком, и мы превратились в качественный, недорогой конгресс-отель. Потому что мы, вот у нас будет мероприятие, 300 человек на 4 дня. Я не уверен, с залами, с едой, с тимбилдингом. Я не думаю, что кто-то из городских отелей трех звезд в состоянии сделать качественное мероприятие такого уровня. Нужно смотреть. Где-то может быть ночевка, где-то хорошо пойдет почасовая оплата, где-то... Просто не нужно фантазировать. Не нужно... Нужно идти не от продукта. Ну, то есть... Вот это, кстати, советская такая. Мы придумали машинку для стрижки собак с бензиновым двигателем. Теперь мы позовем отдел продаж, и пусть он ее продаст, наконец, наше гениальное изобретение. Мы придумали спа-тур в деревню Кукуевка. У нас будет чудесный там массажист Иван, и каждому будут наливать по 50 грамм водки. Пусть теперь начальник отдела продаж идет и продает. Это ерунда. Всюду маркетинг идет, впереди продаж. Ты сначала должен понимать, что у тебя происходит вокруг, а потом затачивать свой продукт, формировать продукт под запрос рынка. Либо создавать рынок сам. Это сложнее, но в принципе тоже можно. И дальше, исходя из этого, ты видишь, что востребовано. Вот и работай в этом направлении. Как бы тяжело это не было. Ты находишься около аэропорта, ты запускаешь трансферы. Они месяц тебе приносят убыток, второй приносит убыток. На третий месяц весь интернет полон отзывов, чудесный трансфер, мы быстро доехали. И у тебя вырастает загрузка на 15%. Если при этом, например, говорить, нет, зачем нам трансфер, давайте мы сделаем у нас здесь туры выходного дня со здоровительными процедурами. Ну, понятно, что это не пойдет. Смотреть, чувствовать рынок. У нас не принято. На Западе все давно прекрасно усвоили, что нужно сначала проводить маркетинговый анализ, у нас потом начинает двигаться в развитии бизнеса. У нас обычно не так. У нас это плюс собственники, плюс там еще какие-то люди, которые участвуют. Мы построили отель. Я ряд таких знаю в Москве. Да? Они не продаются. Ну, потому что отель в таком виде, какой он есть, он там не нужен на этом месте. Ой, беда. Давайте выгоним начальника отдела продаж, возьмем другого начальника отдела продаж. Приходит другой начальник отдела продаж, смотрит, выносит ряд рекомендаций. Он говорит, нет, вот у нас же прекрасный отель, вот и продавай. Проходит три месяца. Что делать? Надо выгонять начальника отдела продаж. И так до бесконечности, собственно говоря. Заканчивается потом. Давайте продадим этот отель уже, ну его, в конце концов. У меня установлена опера. Это HRS Fidelio. У меня установлен полный комплект продуктов Travel Line, которые пока не связаны. Я думаю, что к концу этого месяца будут связаны. И тут проблема не в Travel Line, а больше в наших внутренних каких-то организационных вопросах. почему Travel Line? Ну, потому что, а, они дают нормальный сервис в плане взаимоотношений с гостиницей, б, их продукты очень легкие в использовании и дружелюбные. они не... Ну, то есть, они не наукообразны. Например, вот тот же Рейдшоппер, который они запустили недавно, он доступен для, ну, то есть, реально человека, который ничего не понимает в этом. Я попросил у своих коллег из сетевых гостиниц поделиться западными разработками подобных же вещей. И я могу сказать, что это небо и земля. Да, может быть, ну, в сетевой гостинице, где много автоматизировано и одно связано с другим, там это работает. С точки зрения независимого отеля ты работаешь в том числе визуально, интуитивно, ну, от этого все равно никуда не идти. Мы можем там создавать наукообразность там части процессов, но в целом, когда ты смотришь на своих конкурентов, ты должен не углубляться в излишнее наукообразие, а быстро принять решение, какую цену тебе ставить. Потому что вообще быстрота реакции, это очень важно. И, ну, ты знаешь, что не сильный ест слабого, как нам всегда с детства внушали, да, а быстро ест медленного. Поэтому лучше быть быстрым. И все продукции, кстати говоря, от Ревеллайна быстро, просто, просто отличная служба поддержки, которая все время возится с менеджерами, они раз за разом учат у меня менеджеров, некоторые, из которых там не блистали совсем умом, и, однако, что-то там смогли достичь. Плюс ряд автоматизированных процессов для корпоративного рынка, которых пока никто таких же не предлагает. предлагает. Ну и просто отзывчивость. Я перед прошлым Новым годом встречались с Евгением Усковым, директор по маркетингу Трэвеллайна. Я говорю, Евгений, у меня огромное количество китайцев, у нас есть сайт на китайском языке, но вот модуль, он английский. Через месяц Трэвеллайн я сделал модуль на китайском языке. Вот это я понимаю. Да, это быстро ест медленного. И в данной ситуации я точно знаю, кто из поставщиков этих услуг у нас быстрый, а кто медленный и ну как-то там шаляй-валяй.